У нас в гостях Виктория Ивлева, фотограф, журналист, хороший человек, или хороший человек с самого начала, волонтер. Мне кажется, каждый журналист чуть-чуть бывает правозащитником, в зависимости от ситуации, в которой он должен быть. Или хотелось бы, чтобы он был. Хотелось бы, но журналист все-таки это такой человек, который зарабатывает деньги на информацию. Нет. Нет? Нет. Я думаю, что для настоящего журналиста деньги не главное. Вообще для любого человека в профессии, если это настоящее его дело, то деньги не главное. А как же погоня за жаренными новостями, за какими-то такими событиями, которые потрясают мир, выворачивание оттуда деталей, которые могут принести славу? Ну, это одна из составляющих, но я думаю, что это только не главная составляющая журналистики. Мне кажется, главная составляющая в журналистике – оставаться человеком в любой ситуации. А что вас заставило пойти в журналистику? Меня? Вы же учились в институте культуры. Этого там случайно, не будем об этом вообще даже говорить. Я проучилась там полтора года, учила японский язык и поняла, что моих телес не хватает, чтобы сидеть, вот сидеть физически и учить японский. Это не для меня. И я ушла и пошла учиться на фотографа, закончила училище в Ленинграде, и потом поступила в МГУ на факультет журналистики. Что меня заставило, могу вам сказать совершенно точно, не доброе сердце, не какие-то великие идеи, а просто ощущение, что журналист в связи с тем, что он все-таки может все время перемещаться, это тебе дает внутри вот абсолютно несвободного, замкнутого советского пространства ощущение свободы. Потому что поехал туда, поехал сюда, здесь поговорил, 8 часов в конторе ты не сидишь нигде. Ну и как бы ты больше принадлежишь себе, и немножко тебе кажется, что ты делаешь то, что ты хочешь. Я думаю, что вот это было для меня самым главным. То есть свобода какая-то? Свобода, свобода. Ну, ощущение свободы, потому что, конечно, если дальше ты идешь работать в газету «Правда», то все твои ощущения заканчиваются у входа. А вы пошли работать в газету «Правда»? Нет, никогда в жизни. Нет, то просто, ну как бы мало ли кто шел в журналистику, тоже из-за этого ощущения свободы или желания помогать людям, там, или что еще. Ну, конечно, когда дальше ты попадал. Но вы закончили в 83-м году, да? Я закончила в глухую пору советской власти в 83-м году и пустилась в свободное плавание. И это можно было свободно? Ну вот, а я посижу перед вами. Это сейчас. И тогда? Первые ваши подвиги вспоминаю, там, по-моему, Нагорный Карабах был. Это был все-таки уже развал Советского Союза, это был 88-й, ну, подвигами это назвать сложно, просто обычные поездки. Просто мало тогда кто ездил так вот сам по себе. Вот это действительно как-то без удостоверения, безо всего. Но это было интересно, ну, вообще интересно жить. Адреналин или астрах? Адреналин? Адреналин, наверное, есть всегда. Да, я даже когда иду по улице, то я обычно иду по обочине. Не по обочине, а по, извините, по реврику. А, по реврику. Да? По, как по-другому это назвать? Ну, бордюр. Бордюр, да. Вот, наверное, это тоже любовь к адреналину, тайная, внутренняя. Ну, как бы кто кого. Но думаю, что не адреналин, а какой-то дикий, такой жуткий интерес к жизни, прежде всего. Потому что в неподвижном этом пространстве, огромном, накрывающем одну шестую часть суши, вдруг какие-то появились сдвиги геологических пород удивительные. Ну, это же все было фантастически интересно. Какие-то люди стали выходить за какую-то свободу, чего-то там добиваться. Ну, как же было в это не поехать? Это же потрясающе было. Ну, вы женщина, дети, семья. У меня тогда не было детей. А, еще не было? Я была молодой, прекрасной. Ну, и потом появление детей не помешало. Ну, и что дети? А если дети, ты должен быть привязан к кухне? Ну, да. Ехать на войну, там могут и голову оторвать. И вообще... Вы знаете, как мы знаем из бессмертного произведения «Мастер Маргарита», голову могут оторвать, как известно, и в концертном зале. Потом ее приставляют на место. Голову могут оторвать где угодно, мне вы пока не оторвали. Это после Карабаха у вас возникло такое, я не знаю, чувство, что необходимо... Что вы необходимы там, где стреляют, убивают, где людям плохо. Нет. Я не считаю, что это там необходимо. Это мне было интересно. А насколько я там была нужна? Ну, это история... Ну, вы же туда ехали с определенной, как бы, целью, функцией. Я ехала, потому что мне было интересно. Мне всегда интересно жить. Вот смотрите, давайте упростим. Мы переходим дорогу. И во время перехода дороги падает какой-то человек. Ведь инстинкт тебя двигает ему помочь поднять. Независимо от того, журналиста или нет. Но я не представляю человека, который бы, когда на его глазах кто-то падает, он бы сказал, ну, валяйся. А сейчас, ну, что ж, машина едет, может, кажется, я тебя задаю, но я должен тебя поснимать. Но это уже не может быть. Ну, не может этого быть. Ну, я не знаю. Ну, я же там такой журналистский. Или фотографировать, или спасать. Вы выбирали? Нужно уметь так фотографировать, чтобы успеть и то, и то. Вот, я думаю, вот это. Это особенно, наверное, талант или... Нет, это просто ежедневная практика, ежедневное фотографирование. Я не про себя сейчас говорю, а в принципе, да. Набивание руки, хорошая техника, чтобы ты отвел себя, там, условно, пять секунд на фотографирование, а потом все-таки, чтобы ты спасал жизнь. Потому что, ну, знаете, поскольку все-таки сколько-то человек я в своей жизни спасла, так не очень скромно про это говорить, но уж ладно, то я должна вам сказать, что наслаждения больше этого, удовольствия больше этого в мире для меня не существует. Спасти человека – это фантастическое чувство счастья, бесконечное. Никакие там фотографические работы, мои, во всяком случае, никакие там приключения, никакие награды, ничего с этим не сравнится с делом спасения человека. Это удивительное состояние. Я думаю, что вот врачи, конечно, это знают, да, и неправда, что там, а у них все атрофировано, потому что иначе он тебе вместо аппендицита там будет плакать и отрежет что-нибудь другое. Это не так. Конечно, каждый раз я уверена, что каждый врач испытывает вот это чувство, как бы сказать, не то, что ты демиурка-творец, но что ты сделал что-то невероятно важное, ну вот необыкновенно важное. Ну как можно сравнить человеческую жизнь с фотографией? Почему они пошли в медицину или в Красный Крест? Почему они пошли в медицину? Потому что по химии у меня было 3 с плюсом, математика 2 плюс 2 – 4, а дальше я плохо знаю, что я совершенно гуманитарный человек, я не могла пойти в медицину, мне это было неинтересно, мне неинтересно быть врачом, это не мое, но я делала то, что мне интересно. Ну вот мне интересно прожить жизнь так, как я ее проживаю. И история с Украиной, моей любви с Украиной, ты лишь не раз доказала. Вот откуда вдруг такое чувство к Украине, неожиданно, абсолютно русского человека, и у вас родственников, по-моему, никого нет? Никого абсолютно, и никак, и ничем не связано с Украиной. И с другом Украина такая просто… Это на самом деле любовь к России. Это на самом деле желание показать, что есть другая Россия. А есть? Есть. Ну вот я сижу перед вами, могу поспорить. Ну вот такой маленький кусочек. Но он есть? Не есть. Или нельзя спрашивать со счетом? Нет, конечно. Ну вот. Вот это же, вот я думаю, что… Во-первых, это абсолютно острое чувство несправедливости. Бесконечное чувство, что совершается несправедливость, и ты… А что ты можешь… А как ты можешь помешать-то? И в общем, особо ничего не можешь сделать, потому что это громада. Ну как, ну Российская Федерация, здрасте. И ты. Да не то, что муравей, а там меньше муравья. И все-таки, ну хорошо, я муравей, но я могу тащить свою соломинку. Моя соломинка может зацепиться за соломинки других муравьев. И что-то мы будем делать в маленькие соломенные домики. Но может они когда-то кому-то помогут. Вот я думаю, вот это. А потом уже как бы пришла любовь к Украине, как к Украине. Я увидела различия с Россией, я увидела сходства какие-то, которых, к счастью, все меньше и меньше остается. Вот так это было. Вы не идеализируете? Ведь у нас же такая волнообразная история. Смотрите, была оранжевая революция, Януковича туда не пустили, пришел Ющенко, а потом опять Янукович, и все покатилось вниз. Потом опять этот взрыв. А сейчас опять есть вполне опасность, придет какой-нибудь очередной Янукович. Или какая-нибудь очередная длинноногая красотка. Ну да, да. Блондинка прекрасная. Может и такое быть. И опять все сначит. Ну смотрите, ведь жизнь-то началась из хаоса, и бровновское движение, это хаотичное движение, это же лучше, чем застывшая, залитая бетоном, такая колода, которая соседствовалась бесконечных размеров. Из этого-то что-то все-таки может выйти, а из колоды-то навряд ли, потому что все залито бетоном, зацементировано, все академично, все присмотром, шаг вправо, шаг влево. Мне кажется, что движение всегда лучше, чем его отсутствие. Я не идеализирую, нет. Я, естественно, вижу очень многие вещи, но я понимаю, что в моем положении гражданки России, при моем отношении к тому, что сделала моя страна, я дала себе слово, что я никогда публично Украину ни за что не критикую. Я не имею на это сейчас права. Наверное, такого права, допустим, не было у немцев. Я не провожу прямые параллели, конечно. Все это разное, и нельзя так делать. Но, тем не менее, я думаю, что такого права не было у нормальных немцев в 43-44 году критиковать нищих людей в Воронежской области, допустим, где-нибудь, или в Киевской, которые были перестреляны, которые жили в нечеловеческих условиях из-за них, из-за немцев. Но это как-то неприлично. Когда последнее ржавое ружье уйдет отсюда, российское, когда мы принесем извинения, тогда, наверное, можно будет и покритиковать. А так, поскольку вы абсолютно свободная страна, в моем представлении, я думаю, что вы сами себя отлично критикуете. Вам никто не мешает это делать без моей критики. Атаманщина, знаете ли, это все равно лучше, чем вождизм в едином лице в течение 18 лет, дольше, чем брежнев. Почему вы называете себя фейсбучным червем? Книжка? Ну да, как-то вот книжка такая, как бы совсем даже не фейсбучная и не червячная, хотя здесь вот, я смотрю, есть. Потому что она, во-первых, сделана благодаря... Это дневник путешественника такого рискованного. Что-что? Это дневник путешественника. Это дневник путешественника, да. Но она сделана благодаря фейсбуку. Участвующие в ней лица появились в ней во многом благодаря фейсбуку. Я живу в фейсбуке, в основном пишу, в основном в фейсбуке. Довольно редко и мало публикуюсь в каких-то других созданиях в России. Ну вот это часть моей жизни. Да, червь, который выполз. Это как книжный червь, а я фейсбучный червь. Побродить и... Тексту уже 4 года. Ну, не имеет значения, он интересный. У вас нет такого, что фотография мешает писать, а писать мешает фотографировать? Нет. Они помогают и усложняют процесс. Помогают, потому что благодаря фотографии ты вспоминаешь очень многие вещи, которые происходили, и ты чувствуешь запах, состояние, цвет. Ты смотришь на картинку, и как бы все это приходит, да, и ты потом можешь что-то описать благодаря картинке, потому что ты помнишь, что было вокруг картинки. Если бы ты это не снял, то, возможно, это воспоминание бы в тебе не осталось. А текст как бы помогает, может быть, выбрать правильную картинку. Хотя, ну, конечно, это сложновато. И более того, я думаю, что здесь есть куски, где картинки идут вперед, а есть куски, где текст идет вперед. но мне хотелось, чтобы вот эта книжка существовала как единое целое и воспринималась как с самого начала сделанная книжка с картинками или картинки с текстом. Вот такой сплав. Вы иллюстрировали или наоборот? Я жила. Я делала, опять-таки, то, что мне было интересно. Если мне в этот момент было интересно снимать, то я снимала. Если был хороший свет, если был соответствующий персонаж, если мне в этот момент было интереснее сидеть и с кем-то разговаривать, то я разговаривала. Ну, как-то вот так вот. Слушай, мне многие фотографы говорят, что очень не любят писать, фотографировать это. Как бы все понятно. Ты видишь, ты чувствуешь, нажимаешь. Ну, сейчас тебе все понятно. Где же там понятно? А потом все сложно. Все сложно просто по-разному. Текст это то, что можно и потом, и тысячу раз потом сделать, переделать, добавить. А фотография, тем более документальная, тем более журналистская. Но все-таки все эти добавления потом, это немножко не то. Ну, во всяком случае, я была воспитана в такой пленочной традиции, что фотографию ты делаешь вот здесь и сейчас, а потом все, уже немножко отлука. Плёночная традиция продолжается? Ну, она перешла в цифру, но для себя внутренне я стараюсь, да, конечно. Конечно, я очень высокую эту планку задираю. Я никогда не кадрирую, например. Никогда. Если я вижу, что картинка не получилась. У меня есть, по-моему, две или три фотографии вообще из тех, то, что я показываю. скадрированный за всю мою жизнь. Потому что я считаю, что если ты документальный фотограф, ты журналист, ты вот это сейчас так увидел, а потом ты смотришь, у тебя вот тут дерево вылезло, а тут чья-то рожа кривая, извини, иди учись, приходи завтра. Я к себе отношусь так. Это не значит, что все должны так относиться. У каждого там свои планки. Большинство у вас черно-белая фотография, мир же цветной. Мир цветной. Мы его видим цветным, а показывать можно черно-белым. Нужно? И нужно, и можно, и люди привыкли к черно-белой фотографии. Она отдельная, своя. Я снимаю на цвет. И вы знаете, я должна вам сказать такую вещь. Только с появлением цифры, когда ты можешь сразу цвет перевести в ЧБ и сравнить, и посмотреть, я поняла на самом деле, насколько цвет сложнее. Вот могу признаться, я снимаю черно-белое, наверное, потому что это еще и в результате проще во многом. В чем-то, да? Больше, больше, больше хорошего результата, я думаю, можно получить в черно-белой фотографии, потому что если у тебя, допустим, голубое, розовое, зеленое, синеватое пятна рядом, они тебя развалят, картинку, если, предположим, человек в рубашке такого цвета, но на черно-белое это все будет сероватое, миленькое, незаметное, и все хорошо. Ну, в реальности пятна эти, они не разваливают, они дополняют. Это зависит, это зависит от того, что ты снимаешь, как снимаешь, но я, во всяком случае, по многим каким-то своим картинкам, сделанным в цвете и потом переведенным в черно-белое, я вот это увидела, насколько цвет сложнее сделать таким выдающимся. Вот вы... Опять-таки я про себя говорю, да? Понятно. Скажем, вот вы делали выставки в России, да? А здесь, в Украине, есть разница восприятия? У меня здесь было две выставки, одна была еще в давние времена, когда мы были большими друзьями, по-моему, в, наверное, в шестом или в восьмом году. У меня была большая выставка в галерее РА. Это были в основном фотографии всяких таких военных несчастий, беженцев. Да, я помню, я был. Это была одна выставка. И вторая выставка была два года назад, она называлась «Рождение Украины». Это были... Был такой мой безумный проект, когда я объехала все областные центры Украины, не каждый украинец, наверное, может похвастаться, и снимала «Роды». Вот была выставка в изоляции, потом она была еще в Северодонецке. И ее виталий заканчивается. Такая откровенность, физиологичная, я даже сказал. Мне она не показалась физиологичной, не знаю. Наверное, это мужской взгляд. Роды – это вообще физиологический такой процесс, это правда. Не знаю, мне она показалась просто переполненной любовью. Во всяком случае, я вот это видела как абсолютную любовь, потому что это было такое счастье во время этой съемки. я не могу вам передать, какое это счастье, когда ты видишь, как рождается ребенок. Не у тебя, это отдельная история, а когда ты видишь роды. А в общей сложности, наверное, я сняла в результате этой поездки, наверное, 60 примерно родов я видела. И я видела, как оно охватывает это счастье всех. Вот врачей, которые сто раз это видели, и все равно, как все радуются. Просто это так прекрасно, это появление в жизни. Не знаю, я это делала с любовью, и может быть, действительно, это какой-то начинается женский взгляд, мужской взгляд. Не знаю. Ну, наверное. Тут, наверное, мы расходимся по позициям, потому что это уж очень такая женско-мужская разница. А есть женская-мужская фотография? Да нет, ну что вы. Нет? Нет. Вы уверены? Абсолютно. Есть особенность. Другое дело, что, понимаете, если говорить, например, там мне говорят, вы военный фотограф. Я не военный фотограф. Я никогда в жизни не бываю нигде с армией. Я ненавижу оружие. Я никогда его не беру в руки. У меня есть одна-единственная фотография из Карабаха, где я совсем молодая, где я остаюсь с автоматом Калашникова, и все. И я до сих пор помню тяжесть вот этого металла, отвратительную в руках, очень неприятную для меня. Этот мальчик с автоматом из Руанды? Из Уганды. Из Уганды. Да, он сейчас дома у меня. Мальчик? Да. Уже, наверное, 25 лет, да. Ну и что, это же не мой автомат, а его. Я не военный, абсолютно. Совершенно не военный фотограф. Я как бы послевоенный фотограф. Вот они ушли на воротив хорошего и плохого. И что происходит дальше? Вот это, мне кажется, самое интересное. Потому что начинается жизнь. какая-то, она все равно начинается, что бы там ни было, а все равно жизнь начинается, потому что уничтожить ее полностью невозможно. Это женщина, да? Вот это женщина. Это род, да? Да, да. Вот возрождение, рождение, появление. Но вот что будет? Все убиты, а вот что, теперь начинается жизнь. Мужчина уже поехал, потому что все, что его интересовало, уже произошло. Поубивал и поехал. Да. А вот женщина... А что мы будем делать с мужчинами, которые работают в Красном Кресте, во врачах без границ? Это такие мужчины наполовину женщины? Нет, это не фотограф. Это другая психология и другие цели. Ну, ты же прежде человека, потом фотограф. Ну, да, но вы же приезжаете, вы наблюдаете за этим, вас интересует этот процесс, вы показываете, что смерть, она не побеждает все-таки, побеждает человек. Ну, а что, кто-то считает, что смерть побеждает? Конечно. Вы считаете, что есть люди, которые на самом деле считают, что все это... Да, да, да. Смерть – это все, это конец. Смерть – это в кайф. Да, и вам, и женщины, и рождение, вот как вы сняли вот это рождение Украины, да, вот это то же самое вы снимали рождение, там, Руанды, рождение, вот этот парень с автоматом, это же практически, я не знаю, А вы знаете его историю? Да. Знаете? Ну, он хотел учиться, вы за него... Он хотел учиться, да, да, да. Вот, значит, мы с ним встретились в лагере беженцев для внутренних перемещенных лиц, он сказал, что он хочет учиться, мы ему пообещали, что заплатим за его школу, уехали, потому что, ну, у нас были свои дела. Он врачом стал, по-моему. Вот, он еще неким не стал, потом он потерялся, я поехала его искать, мне было очень стыдно, потому что я ему дала честное слово, что мы заплатим за школу, и он потерялся, я поехала его искать. В общем, я его нашла, он учился в местной школе, потом добрые люди, есть и такие, уважаемые телезрители, добрые люди в российском посольстве в Руанде выправили ему все документы бесплатно, он приехал, поступил в Российский университет Дружбы народов, и сейчас он на пятом курсе будет врачом. Будет, да? Вот то, что вы понимаете, вот удивительная история, то, что мы с ним задумали в джунглях, вот оно взяло и сбылось. И это не я, это он, потому что, если бы он безобразно учился там, было бы ему неинтересно, на этом бы все закончилось, да? Ну вот пока что будет врачом, хотел все время быть хирургом, а сейчас перешел на кардиолога, хочет делать, занимается УЗИ сердца. Вернется в Руанду? Я думаю, что не в Руанду, в Уганду. В Уганду? Да, я думаю, что вернется. Ну, я не знаю, если не встретит любовь в своей жизни, это мне неподвластно. Ну, в общем, вернется, и вот так смотрит на это весьма, ну, понимаете, потому что не будем забывать, что это в наших Палестинах получение высшего образования в общем ничего не значит. Ты можешь получить высшее образование и пивом в Кёрстке торговать весьма успешно. А там это просто абсолютная перемена участи, если у тебя есть образование. Это все другое, это другое качество жизни, другое качество всего. И я думаю, что его ждет хорошая работа, карьера, и вполне себе хорошая жизнь. И дай Бог, после всего, что он испытал. Ты ему помогли переехать в Россию? Ну, ему помогли приехать в Россию, помогли, денег дали добрые люди ему на билеты. а теперь вот добрые люди его в России поддерживают, потому что Российская Федерация до сих пор дает, извините, мне сейчас придется сказать, что это хорошее про Российскую Федерацию, но мы же честные люди. Российская Федерация до сих пор дает порядка 10 тысяч грантов на обучение, на бесплатное обучение. Почему-то об этом Российская Федерация не рассказывает никому, она как-то не умеет про себя хорошее говорить, она будет плохое делать и рассказывать об этом. Это она умеет. Вот. И в основном это, конечно, люди из стран третьего мира. Это бесплатное образование, но не бесплатное проживание. Вот там он должен сам платить за свое пребывание и за общежитие. Ну вот на этом мы ему помогаем, собираем там какие-то деньги. Интересно. Скажите, вот вы общаетесь с украинскими фотографами? Общаюсь, даже дружу. И как бы вы выделили? Женя Павлова. Номер один. Женя Павлов? Женя Павлов. Обожаю. Тотальную фотографию Жени Павлова. Обожаю. Просто могу пересматривать эту книжку до бесконечности, удивляясь Жениной тонкости, закрученности ума и его такой фантастической любви к фотографиям. Мне кажется, Женя этот человек, я не знаю, сейчас может быть меньше, мне кажется, что Женя этот человек, который никогда с фотоаппаратом вообще не расставался. То есть, я смотрю, какие-то его работы. Кинооператор по образованию? я знаю. Но вот все-таки мы знаем его как фотографа. Но он не документальный фотограф. Вы же меня не про документальную спросили, меня спросили про фотографов. Я вам говорю, Женя Павлов. Я жла сюда. Художник, я бы сказала. И думала. Хорошо, художник, который использует фотографию. Теперь переходим к документальной. Вот сейчас только что написала даже Саше Чекменеву в личку какой он потрясающий с его рембрандтовскими портретами бомжей. Это просто невероятная работа. Невероятная работа. У меня при слове бомжей, конечно, ты вспоминаешь кого? Баба Михайлова, естественно. И его такое холодное, как бы отстраненное, такое сеснобистское отношение. Но при этом, если очень долго и много смотреть Михайлова и его работы, то меня, например, охватывает всепоглощающее чувство жалости. Вот как-то действуя через обратное, через наоборот, он все равно приходит к тому, что ты весь пропитываешься жалостью к этим людям. Бесконечный, к их несчастной, замученной жизни, к их уродству, к их обездоленности. И сейчас я увидела Сашины портреты, абсолютно сделанные в другом ключе. У меня первое ощущение было, что это Рембрандт. И я хотела бы посмотреть их в оригинале с удовольствием, с вашим уже напечатанным, но пока нет такой возможности. И тоже такое же чувство, что Саша, подойдя совершенно с другой стороны, увидел в этих людях людей. У них разные подходы. Абсолютно разные подходы. И Чикменев раньше начал снимать эти вещи. Сильно сомневаюсь в силу разницы в возрасте. Вот тут и дело, что Чикменев начал снимать это, чуть 20 перевалило, и он уже вовсю снимал, у него там удивительные, ну 21 год было, или 20, когда он снял скорую помощь, работая санитаром. Вы не видели эту серию? Вот это я не видела. Это фантастическая серия, невероятная. Я помню, как он приехал в Москву, молодой, он меня не помнит, и принес свои квадратные работы шахтерские. Вот это было такое совершенно потрясение, какие-то угольные люди выходят. А это раньше еще было, начало 90-х годов. Нет, я видела эти съемки паспорта с простыней, замечательной. А у Михаила они работали как модели. Я понимаю, я понимаю, но ты-то можешь делать работу с одной мыслью, а дальше она ведет, и она управляет, персонажи управляют сами, и получается результат неожиданный, не тот, может быть, который ты закладывал. Ну история болезни, он так и назвал. Вот эта история болезни, которая может быть у кого-то вызывает отвращение, отторжение, у меня она вызывает бесконечную жалость. Но он там специально делал такие вещи, напоминающие снятие с креста. Ну да, у людей, может быть, знаете, у людей, которые мало это видели, не привыкли, это может вызвать неприятие, отторжение, как язвы какие-то, не все могут на это смотреть. Вот у меня это вызывает бесконечную жалость. Я страшно благодарна. автору, который смог во всяком случае во мне эту жалость вызвать. Жалость, сострадание, желание помочь, понимание, что это люди, что даже если они виноваты в том, что они оказались в таких условиях, это все равно люди. и если мы жалеем ошпаренных собак на улице, то почему мы не должны так же относиться к ошпаренным жизнью людям. У меня к этой серии более такое отношение странное. Я там больше вижу автопортрет самого Михайлова, и скорее портрет меня, например, или всех нас в Украине. Я долгое время думала примерно так, что это такое холодное, отстраненное, такой граф приходит в бобровой шубе и там что-то фотографирует каких-то там этих... И я села в один прекрасный день и очень долго, долго листала, 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 и к концу я поняла, что я плачу. Вот меня просто разрывало это сострадание. Может, это я такое. Да, собственно говоря, нет, но у нас... Почему эта серия вырвалась так? Она богата с разными смыслами. Конечно, и там находишь что-то с тобой связанное, да, и ты реагируешь так, а кто-то скажет, что, о боже, где, господи, какая гадость и единота, что этого не должно быть, немедленно всех уничтожить, расстрелять, там, свести в зону, на Соловки вывести и там... Михаэл, большой художник, и он, в принципе, делает вещи неоднозначный и без дна. Как и каждый большой художник. без дна, поэтому там она не надоедает. Ты смотришь, и все время находишь что-то новое, и какие-то испытываешь новые чувства в этом, да. Ну, да, Михаэлов он такой. Так что, видите, я не оригинальна. Ну, дальше еще есть, если говорить об ироничности фотографий, это, конечно, мои друзья Краснощек и Ребятицкий, которых я очень так люблю и ценю. Если говорить о такой глубокой социальной фотографии, это, конечно, мой большой товарищ Саша Гляделов. Я думаю, просто вот Саша как-то так слился большой человек, большая личность и фотограф. Это ведь не всегда равное, а вот в нем как-то это вот вместе живет. Ну, во всяком случае, вот я его вижу так и так его воспринимаю. Недавно вы так бросили в эфир в фейсбук Лосинцове. Откуда у вас эта информация появилась о том, что он летит? Смотрите, значит, на самом деле я на этот вопрос отвечаю публично первый раз. Я за делом Олега Сенцова следила с самого начала. Не могу сказать, что следила активно вмешиваясь, я не приезжала на суды, но в старом моем телефоне, который был у меня украден товарищами ополченцами из террористической организации ЛНР, когда меня взяли в плен, у меня сохранялась смс-ка от моей подруги Ангелины Каякиной с Громадского, в которой было написано Олег 20, Саша 10. Это из зала Судана написала, и я помню свое состояние, когда я вот сидела и тупо смотрела в экран и понимала, что происходит что-то просто совершенно какое-то страшное, античеловеческое, что-то, за что моя страна очень долго будет отвечать, и это было очень тяжело. Потом, конечно, ты не можешь держать все время планку напряжения, интереса, он куда-то, он, естественно, какие-то другие события в жизни происходят, но уходит. Потом, конечно, опять, когда его перевезли в Якутск, кому это нужно, человека из теплых краев везти в Якутск, ну, хорошо, не хотите оставить в Крыму, могу понять, может быть, но перевезите его куда-то поблизости, есть, там, не знаю, Краснодарский край, Ставропольский край, где-то, где схожий климат, значит, это тоже какое-то как зверство какое-то средневековое, ну, я это так вот увидела, да, какая-то месть или желание, не месть Сенцову, может быть, а желание выслужиться перед царем или кем-то еще, там, да, и вот показать, как мы на цирлах бежим, выполняем даже то, что вы, я читаю в ваших глазах вопросы, уже знаю, как на него ответить, примерно так, да, потом, конечно, опять волна, когда его перевели в Лабытнанге, я бывала в Салихарде, это столица Ямал-Ниньско-автономного округа, в общем, понимаю, что там за климат, да там убывать не нужно, понятно, что вокруг тундра голая и большой радости человеку с юга там жить нет, и потом пошла волна вот в связи с голодовкой, конечно, и в этом я принимала достаточно активное участие, я принимала участие во всех акциях, которые только были возможны в России, и в развешивании там этих баннеров бесконечности, мы что-то придумывали, все это, все это выглядело какой-то достаточно глупостью, ерундой, мелочью, но это то, что так или иначе все-таки позволяло держать имя Сенцова на плаву, чтобы это не уходило куда-то на периферию, потому что при том количестве новостей и всего, что происходит, мы раздавали до бесконечности по Москве листовки информационные о том, кто такой Олег, что такой Олег, то есть это стало очень большой частью моей жизни. Если вы помните, то вот когда это было уже, я уже во времени запуталась, в июле, значит, наступил такой момент, когда понятно было, что как-то такое было ощущение, что что-то там не то происходит, никакой информации нет, никого к нему не пускают, то, что говорит его адвокат, как-то очень куца, коротко, и у людей стал возникать вопрос, вообще существует ли Сенцов еще на свете, и все были вот в этом состоянии таком еще не тревожном. И к нему решил поехать епископ православной апостольской церкви, епископ Григорий, потому что он имеет по российскому законодательству священник-адвокат, имеет право приходить к любому заключенному. И, собственно говоря, мысль о том, что можно поехать в Сенцову, возникла у нас с ним, во время разговора. Он был у Юрия Дмитриева до этого, куда его совершенно спокойно пустили, по разрешению следователя, но никаких проблем не было. И в разговоре я с ним делала интервью, и он сказал, слушайте, если вы были у Юры, вы же можете и к Олегу поехать. Он мне сказал, ну, конечно. И через два дня он уже был на Ямале, и я занималась сбором денег на поездку, потому что все это стоит очень недешево. Дорога на Ямал стоит порядка, ну, там, порядка 400 долларов слетать туда, то есть дороже, чем в Западную Европу. То есть, понимаете, это все время было куском, большой частью моей жизни. Я просыпалась с мыслями о Сенцове, я засыпалась с мыслями о Сенцове, и все время в этом варилась. И первый раз, значит, епископу отказали, потому что у него там действительно были не совсем правильно оформлены документы. Он уехал. Мы снова собрали деньги. Он поехал второй раз уже со всеми документами. И второй раз ему, значит, говорят, что, вы знаете, мы сейчас вот, документы у вас в порядке, но нужно же желание осужденного навстречу с вами. А Сенцов не высказывал такого желания. Он говорит, ну, он не высказывал, потому что он не знает, что я здесь. Вы вот, вон он у вас в медицинском там корпусе, идите, сходите. И когда начальник учреждения говорит, что, вы знаете, я не могу, потому что это будет расцениваться как давление на осужденного, ну, это что, как не издевательство? Это я вам просто описываю фон такой, да? И в какой-то момент я улетела там в другую командировку, я прилетела очень поздно ночью в районе 12, и мне звонит епископ и говорит, а ты знаешь, что Олег уже в воздухе? А мы с ним в день разговариваем там по 150 раз, ну, если не по 250. Что, как, чего, потому что он сидит в Лабытнанге, он неделю сидит в Лабытнанге и ждет, что что-то произойдет. Что, может быть, там сходит адвокат, что пришлют письмо, чтобы Олег его принял, и чтобы Олег сам... Мы же-то на все смотрим внешне, мы же не знаем, что там происходит внутри, да? Какие на самом деле у Олега отношения с тюремщиками? Откуда мы знаем? Возможно, что это вполне себе нормальные люди, работающие на такой работе. Возможно, они к нему с уважением относятся. Возможно, они даже подружились, и там есть элементы Стогольского, Сидрова. Мы ничего не знаем, это все наши абсолютные домыслы, да? Но епископ сидит там, значит, обладевает от безделья. В общем, вот такая вот... И как-то все нагнетается, нагнетается, нагнетается эта обстановка, и ничего не понятно, ничего не понятно. И он мне говорит, ты знаешь, что он в воздухе? Я говорю, как? И я даже говорить не могла, потому что у меня дыхание сперло, у меня слезы из глаз, просто вот градом, от счастья. Я думаю, боже мой, не может, я говорю, как-то, как-то, ты уверен? Он мне говорит, да, да, да. Я говорю, как? Ну, мне сказали так, он мне говорит. Мне сказали, я говорю, кто, кто из зоны кто-то? Ну, скорее всего, что да. Ну, у меня нет возможности, у меня нет как бы поводов не верить епископу абсолютно никаких. И я говорю, подожди, я сейчас напишу пост. Он говорит, ну, давай, может, подождем, там куда-то самолет приземлится, в Москву или в Киеве. Я говорю, да, ну, что ждать, если мы так рады, ну, пусть люди-то тоже порадуются, ну, пусть люди порадуются. И я звоню своей маме, задыхаясь от слез, и говорю, мама, мама, мы его спасли, мама, это мы все вместе спасли, Олега, мама. И совершенно... И пишу этот пост. И проходит два часа, и мы с епископом по-прежнему на связи, он был бытнанг, я уже в Москве, значит, и я ему говорю, Гриша, по-моему, ничего не происходит, и что-то не то. Он говорит, да, да, видимо, видимо, что-то не то, так он говорит мне. И я дописываю впоследствии, что, судя по всему, у нас разыграли. И дальше у меня, конечно, становится от этого совершенно жутко, как вы понимаете, да, не в том смысле, что я кого-то обманула. Я и сейчас не считаю, что я кого-то обманывал. Я поделилась радостью, обманули меня, и я просто понесла эта радость дальше, и абсолютно тут никакого не было, никакой не было журналистики. ну, как бы, на моем месте. Человеческая реальность. Да, на моем месте ты сделала, так я сказала, на моем месте сделал бы каждый. Вот. И дальше я ему говорю, может быть, ты все-таки объяснишь, там, выяснишь, что это было. И он сказал, что да, ему поступил один очень странный звонок с некоего номера с Украины, и ему позвонил какой-то человек, который сказал, что я волонтера за то, тут я его перебиваю, говорю, а при чем тут волонтеры, а то вообще, какое имеет волонтеры отношение, а то отношение к истории с Олегом Псенцовым, он вообще-то никак, ой, да-да-да, я не подумал. И дальше этот человек ссылается там на одного общего знакомого, который звонил, и говорит, что он мне дал ваш телефон, мы выясняем у этого общего знакомого, никакого телефона никто не дал, а потом ему приходит очень странная смс, уже с российского непонятного номера, в которой, значит, написано, что там больного вывезли, так надо понимать, он понимает, какого больного, и дальше все вот, и еще плюс ко всему, значит, епископ человек такой открытый, доверчивый и достаточно наивный, и я, наверное, тоже наивный человек, и так хотелось поверить, да, вот ты видел, может быть, какие-то низклепости в этом, но так хотелось в это поверить, потому что столько в это было вложено, столько сил, столько желания, столько надежд, столько мыслей, чтобы Олег был свободен, чтобы прекратилось там это мучение, голодовка, эти капельницы, и вообще содержание в тюрьме невиновного человека, вот, и вот мы так с ним вместе поверили, как два наивных дурака, а потом выяснилось, что это, ну, как бы был розыгрыш одного, скажем так, может быть, не очень психически сохранного человека. Вот такая история, я понимаю, что люди, которые это послушают, могут абсолютно мне не верить, и считать, что, я не знаю, я не знаю, что они будут считать, но это действительно было так. Ну, эффект такой разорвавшийся бомбой был. С другой стороны, единственное, что я в этом вижу положительного, при всей отрицательности, кошмаре этого, этой ситуации, конечно, это то, что лишний раз имя Сенцова опять, да, вот так прозвучало. Конечно, это не, ну, я бы никогда такого не сделала только ради того, чтобы лишний раз имя Олега прозвучало, ну, ну, вот получилось так, ну, там, коллеги, молодые журналисты, очень борзо писали про меня много всяких гадостей, бог с ним, я думаю, что я это переживу. Вот это была такая история. Знаете, я даже, мне не то, что стыдно, как бы я ничего стыдного не сделала, ну, ну, просто, я так, так удивительно, что тебя берут и вот так обманывают, прям какие-то высокие блондины в черном ботинке, раз, так, и тебя обдурили на пустом месте абсолютно, да? Ну, да, ты еще из уст священника, оно же прозвучало, человеку, которому вы доверяете. Ну, да, а, понимаете, сказать, что я это узнала от епископа, понятно, что те, кто следил за всей историей, знают, от кого и поняли, что это я узнала от него, но мы надеялись, что его пустят к Олегу, и как это я скажу, что это он сделал, ну, конечно, я все на себя взяла, но в конце концов, это я написала пост, в конце концов, это я могла подождать, не делать, да? Ну, ничего, я осталась с собой. Ну, Семенцова, как по-вашему, есть шансы? Какие? Слушайте, ну, я же не политический обозреватель ТАСС, не спекулянт. Нет, бросьте, бросьте, ну, как можно, ну, как можно что-то сказать про Византию, Саша? Ну, вы о чем? Ну, Византия, на то и Византия, что никто ничего не понимал, и все эти, ах, он вышел в костюме голубого цвета, значит, он за геев, а если он вышел в костюме зеленого цвета, о, это значит, он за экологов, ну, нет же, ну, мы же ничего не знаем, ну, и костюм эти ничего не значит, и ничего ничего не значит, а что значит, мы не знаем, ну, что тут, что тут заниматься спекуляциями, я не знаю, я вот думаю, что, я вот о чем думаю, если серьезно говорить, что, я думаю, что очень крайне тяжелое положение Владимира Балуха, которому привлечено гораздо меньше внимания, я не к тому это говорю, что нужно перефокусировать внимание Олег, это знамя этой борьбы за освобождение политических, узников без сомнения, но то, что происходит с Балухом, во-первых, он находится в самом обычном СИЗО, а даже ни в каком не медицинском там корпусе, никакой, как я понимаю, медицинской помощи, особо он не получает один раз, его отвезли в больницу, когда ему там стало просто плохо, во-вторых, судя по его диете, если это можно назвать диетой, и судя по тому, что он ест, значит, это два стакана киселя, а что такое кисель, это что-то питательное, крахмал какой-то, это бурда, так если по-простому, бурда с кусочками ягодок, да, вот, и жменька сухарей, это питательные какие-то вещества, нет, ни капельницы он не получает, ничего, мне кажется, что вот его положение катастрофическое, и как-то мало об этом говорят и у вас, и у нас, и потом фотографии, то, что я видела вот сюда, палых, но там под него половина осталась, мне кажется, это очень тяжелое положение, и очень страшное, я не буду, естественно, сравнивать, кому хуже, всем хуже, никому не лучше, но мне кажется, что вот тут нужно просто срочно что-то делать, да, что мы можем, мы можем только максимально об этом говорить, привлекать внимание, всех, кого можно, что еще, ну вот, мне часто говорят, что это делать, это все бессмысленно, ты же понимаешь, что это все бессмысленно, кто мы такие, на нас никто не посмотрит, ну хорошо, кто мы такие, но когда-то нас спросят наши дети, наши внуки, а что делала ты, вот ты знала, что в тюрьме умирают люди, что делала ты, а я скажу, да, я знала, что ничего сделать нельзя, поэтому я сидела с семечки лускулой, ничего не делала, или я скажу, ребята, я понимала, что все зависит от чего-то другого, но я делала то максимальное, что я могла сделать в этой ситуации, я помнила об этом человеке, я писала о нем до бесконечности, я беседовала там с мамой Олегой, сделала с ней замечательное интервью, которое ей очень понравилось, я выходила на различные митинги, я распространяла информацию о нем, вот в той клетке, в которой я заперта, я делала, как мне кажется, максимально, то, что могла сделать я, обычный гражданин страны, не обладающий никакой сверху властью, не суперизвестный, ну, в общем, обычный средний человек, я думаю, что это очень важно для самого себя, вот так. Что вы сейчас в Украине делаете? Сейчас? Ну, у меня тут сын мой, старший работает в Харькове, в прориске, приезжал его навестить, ну и так, посмотреть. У вас двое сыновей? У меня двое, да. Один сейчас находится на практике в Международном комитете Красного Креста в Женеве. Он пошел в Красный Крест. Ну, я не знаю, кто пойдет, пока что это практика, вот, а второй помогает переселенцам. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста. Было интересно.